Музыка Завершается экзаменационная кампания и мы можем подвести предварительные итоги. Основным из них является то, что в ходе единого государственного экзамена в 2016 году не было серьезных нарушений, ни утечек экзаменационных материалов, как было еще несколько лет назад, ни массовых случаев списывания и других форм нечестного поведения на экзамене. В целом экзамен прошел на высоком организационном и технологическом уровне. Этому способствовали и те новые технологии, которые используются при проведении экзамена. Это и видеонаблюдение, это и печать экзаменационных материалов в пунктах приема экзамена, и другое. И этому, безусловно, способствовало повышение ответственности и дисциплинированности и организаторов, и участников экзамена. Видимо, этот второй фактор, он более важен. Мы это видим по результатам. Хочу отметить несколько характерных моментов именно экзаменационной кампании этого года. Первое. Мы отмечаем, что существенно вырос интерес выпускников 11 классов к сдаче таких экзаменов по выбору, как физика, информатика, химия, биология. Существенно больше ребят сдавали эти экзамены в 2016 году, чем в прошлые годы. Это говорит о том, что больше хорошо подготовленных абитуриентов придут в наши технические, медицинские вузы, будут получать те специальности, те профессии, которые востребованы нашей экономикой и социальной сферой в первую очередь. Второе. Это в целом повышение уровня знаний тех, кто сдавал экзамен. Это проявляется и в некотором росте среднего балла по некоторым порядку экзаменов, и в существенном снижении числа тех, кто не смог сдать экзамен на удовлетворительную отметку, то есть не смог превысить минимально установленный уровень по разным предметам. И это как раз подтверждает тот тезис, что единый экзамен, когда он проводится объективно и честно, является очень мощным фактором повышения качества образования. Потому что по результатам экзамена прошлого года был разработан целый ряд специальных мер, которые помогли целому ряду регионов, целому ряду школ обеспечить значительно более высокий уровень подготовки выпускников 11 классов к сдаче экзамена. Я могу здесь привести только один пример. Мы по результатам экзамена по русскому языку в 2015 году специально для Республик Северокавказского федерального округа начали очень большой проект, который получил название «Я сдам ЕГЭ». Он включал в себя и целевую подготовку 11-классников, и повышение квалификации учителей русского языка. И мы видим, что именно по этим регионам доля тех, кто не смог сдать экзамен на удовлетворительную отметку, существенно сократилась по сравнению с прошлым годом. Хотя она еще остается выше, чем в других регионах Российской Федерации. Это говорит о том, что, безусловно, эти усилия нужно будет обязательно прилагать и в будущем. Третий фактор, на котором я бы хотел остановиться, это высокий уровень взаимодействия с регионами, поскольку ответственность за текущую работу по организации экзамена лежит на регионах. И нам и коллегам из Росвоборнадзора было очень важно обеспечить тесный контакт, максимальную методическую и техническую помощь регионам в этом важном деле. И то, что экзамен был, как я сказал, проведен на высоком уровне, говорит о том, что это сделать удалось. Продолжение следует...